Киноульские перчики Киноульские перчики Киноульские перчики Привет! Вы не зря включили телевизор? Ведь сегодня с вами и для вас программа Киноульские перчики В студии Алсу И Динар Динар, отгадай загадку Как день светла, но непонятно Вся яфь, но как отрывок сна Она приходит с речью внятной И вслед за ней всегда весна И вслед за ней всегда весна Неужели сегодня последний день зимы? Алсу, я все понял Это любовь Любовь, Динар, это река В которой тонут два дурака Алсу, это очень спорный вопрос С чего вообще, с чего начинается любовь между парнем и девушкой? С признания в любви Скажите, пожалуйста, скоро праздник День 100, Валентина Может, вопрос Скажите, пожалуйста, когда и как вы в первый раз признали в любви? Это было давно В годах, наверное, 86-х уже давно было Первый раз И всем влюбленным я в этот день Всегда, чтобы у них хорошо было И всегда любили друг друга Скажи, пожалуйста, когда и как ты в первый раз объяснился в любви? Даже не помню, это было очень давно И, наверное, ну как мне показалось Я первый раз тогда был очень сильно влюблен Здравствуйте, скоро день 100, Валентина Не слухал такого День 100, Валентина? Да А вы помните, когда в первый раз признались в любви? Когда это было? Скажи, пожалуйста, когда и как ты в первый раз объяснился в любви? Когда и как вы признались в первый раз в любви? Когда? Скажи Когда? Когда ты был? Ну, после армии А как это происходило? Ну, как-то встречались Признать Друг друга нашли? Когда? На свадьбе познакомились Я свидетельница была у подружки Тогда познакомились В 87-м женились Любовь – это интереснейшая и самая просительная из всех человеческих слабостей Мехабет Лукашином И я сама ему первый раз призналась в любви Тоже учился в нашей школе Вот Большое вам спасибо Когда и как вы в первый раз признались в любви? Любви? Да, в любви А уж я давно забыл, Васенька, уже давно забыл Я спрошу, скажи, пожалуйста, когда и как ты в первый раз объяснилась в любви? Ты думаешь, я помню, что ли? Стоп, Валентина Скажите, пожалуйста, когда и как вы в первый раз признались в любви? Ой, это было очень давно, больше 30 лет назад Ну, все было очень хорошо и удачно А кого бы хотели пострадать в этот день? Ой, всех влюбленных, всех, без исключения Что бы хотели им пожелать? Ну, естественно, счастья Счастья, только счастья В первый раз, ну, в первый раз я объяснилась в любви в третьем классе У нас был конкурс «Любовь с первого взгляда» в школе И мы с моим одноклассником тогда влюбились друг в друга И выбрали друг друга И объявились самой такой парой, влюбленной парой Кого бы вы хотели поздравить в этот день? Всех своих друзей, всех подруг Всех тех, кого я люблю Всех, кто меня знает Пожелать им всего самого наилучшего Чтоб в этот день Все, кто хочет обрести свое счастье в жизни Обретет его Когда и как вы в первый раз признались в любви? Первый раз призналась в любви? Да Я уже не помню В один в самом классе Кому? Ну как, я ее же не скажу Кому? А кого бы вы хотели поздравить в этот день? В этот день хотела поздравить всех молодых Всех учеников И всех влюбленных И всех Всех-всех Потому что любовь никогда не кончается Ну в первый раз Это было лет в пять Я признался своей Ну, подружке Тоже с моего садика Вот это было в первый раз Кого бы вы хотели поздравить в этот день? Кого? Это будут показывать, да? Да, это будут показывать Как вы что? 14 февраля Ну, я хотел бы поздравить Камальдинову Лясян Из 11-го В класса Это моя девушка Лясян, я тебя люблю Все Любовь это овраг Который лезет каждый дурак Кого бы ты хотела поздравить в этот день? Я хотела бы поздравить всю команду Квант Это команда КВН Гимназия Потому что 14 февраля сегодня в городе нас возможно не будет Потому что мы будем в Салавате Вот И от имени всей команды Хотим поздравить всех наших друзей Всех наших болельщиков С этим хорошим праздником Привидение Скорый день святого Валентина Скажите, пожалуйста Когда я как бы в первый раз признаюсь в любви? Мы? Да, вы В 90-м году В 90-м году? Да Мы старики У него жена умерла У меня муж И мы познакомились Живем хорошо, спасибо А что вы при этом испытывали, когда признавались в любви? Мы? Ну, как в молодости Правда Это любовь Молодцы одинаковые Старцы одинаковые Я хочу от лица всех наших девушек Нашей школы поздравить всех наших мальчиков Опять-таки Нашей школы С днем святого Валентина С наступающим днем святого Валентина Когда и как вы в первый раз признались в любви? Оф, Аллах Помните? Давно уже было В студенчестве это было В 88-м году В 88-м, да Да, мы были студентами А что вы при этом испытывали? Не испытывали Это Сперва бегали сколько Потом испытывали же А кого бы вы хотели поздравить в этот день? Наверное, во-первых, всех мам Всех матерей поздравить С искренней любовью А когда и как вы в первый раз признались в любви? Любви? Да, любви Кидали тебе за старшую кабель Фраз о любви очень много Да и на словах мы все крутые Любовь это сказка А через год коляска Ты про инвалидную коляску? Нет, я про это Про это? Что? Про то, о чем наши родители нам не говорят Потому что знают об этом Меньше нашего А, ты про секс, что ли? А сейчас мы уступаем на время и место, и эфир нашим коллегам Они помогут вам понять Как много общего между математикой и сексом Это шутка А если серьезно Любовь и секс – это очень серьезно В нашей детской передаче мы, конечно же, очень хотели поговорить о сексе Но вовремя вспомнили, что мы еще школьники И школьницы И вообще нам реально говорить о таких вещах И вообще Мне один взрослый дяденька сказал, что говорить о сексе – это все равно, что пытаться скушать мороженое через стекло Вот насчет мороженого я тебя поняла А вот что-то все остальное не очень Ну и ладно Слушай, Ильдар У нас такое классное предложение Ну и? А давай расскажем о сексе языком математики И поможет нам это английский психолог Анита Найт Это не она введет колонку советов, рекомендаций Популярного во всей Европе журнала для девочек Just 17 Что в переводе означает не 17 Да, это она И она, между прочим И она, между прочим, вывела форму ее уравнивым Ты говоришь про эти? Да, вот смотри Это я говорю для девчонок Что секс – это не одно то же, что и любовь И любовь не сводится только к сексу Я хочу поговорить об аспектах полового воспитания Половым воспитанием не занимаются ни в семье, ни педагоги Это накладывает большие проблемы на наше общество и на медиков По данным ВОЗ, где-то 40-50% подростков Вступают в раннюю половую связь до 18 лет Если в ваших отношениях больше платонической любви То есть вздохов и душевных страданий, а сексом не густо То это затянется надолго Гинекологическая заболеваемость среди девушек и девочек-подростков составляет 10-12% Если живут ранней половой жизнью, то заболеваемость увеличивается в 3 раза На первом месте стоят воспалительные заболевания На втором месте по заболеваемости нарушение менструального цикла Третье место занимает генитальный инфантилизм Я хочу обратить внимание родителей, чтобы они своевременно своих девочек и девушек привозили на прием к гинекологу 58% заболеваний детского возраста и подросткового возраста в дальнейшем приводят к тяжелым нарушениям в репродуктивной системе Сец – это хорошо, мне так кажется Но девчонки могут так неожиданно забеременеть В Уфе каждый шестой подросток в возрасте 13-17 лет имеет половой опыт И это не обошло и наш район, и наш город В гинекологическом отделении в 2001 году 25 девушек-подростков прервали первую беременность В родильном отделении 69 молодых девушек возрасте 15-19 лет родили детей В районе увеличилось количество внебрачных детей У нас есть случаи беременности у девушки 14 лет Но если есть секс и любовь? Это хорошо вдвойне, и это точно Бывает и так, любовь есть? А секса нет Ну разве это жизнь? А если из ваших интимных отношений ушла любовь? Тогда считайте, что вам крупно не повезло Но вам крупно повезло Если перед тем, как заняться сексом Вы посетили аптеку И позаботились о безопасном сексе В кинотеатре Дружба работает кабинет планирования семьи Этот кабинет ориентирован на подростков На молодых юношей, девушек В этом кабинете проводится разъяснительная работа по безопасному сексу О применении контрацептивных, как гормональных, так и физических и химических методах предохранения от нежеланной беременности В этом же кабинете можно получить направление на обследование дерматовенерологу На выявление паравенерических инфекций, венерических инфекций Приведенные факты красноречивы Я хочу обратить внимание родителей, педагогов Чтобы они нашли хоть чуточку времени поговорить со своими детьми С девушками, с юношами Об их проблемах О планах на будущее О их здоровье На этом о сексе все Как видите, математика уж не такая скучная наука Велико, он не скучная Пока До встречи Продолжаем нашу праздничную передачу, посвященную Дню Святого Валентина Дню всех любвенных В этот день принято возлюбленным дарить Валентинке Яркие, красочные Часто в виде сердечек Для того, чтобы не попасть в друзья в просаг, надо помнить, что Немного КОНД ПОГРОДО� Немного КОНД Чисто в Có Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok